Отличный тренер, отличный зал, мне там все действительно нравится. Мне боксом панирует. Полностью организация на высоком уровне. Полноценная раздевалка, полноценные бани. Здесь именно тренировка, отдых, восстановление тренировок. У меня отношения не разорвались ни с кем. Возраст есть, возраст позволяет, силы тоже. Я пока открыт, и все возможно. Кирилл, приветствую тебя. Приветствую. Ну давай для начала расскажи вообще, как сейчас настроение. Не так долго осталось до твоего поединка. Вообще с каким сейчас настроением подходишь к бою и нет ли каких-то проблем в подготовке? На самом деле настроение отличное, потому что, ну, отличие в подготовку прохожу. Уже второго месяца, с августа месяца тренируюсь в прогрессе бокса под руководством Али Педраева. На самом деле отличный тренер, отличный зал. Мне там все действительно нравится. Встретили очень хорошо. Там действительно тренируются профессиональные боксеры. И для меня это, говорю, новая дисциплина. Но бокс им всегда был интересен, на самом деле. И поэтому пока настроение все отлично, все супер. И прям все отлично. Ну вот, кстати, насчет бокса, да, хотел поговорить. То есть, как вот привело тебя все-таки в эту стихию? Потому что ты все-таки известный боец ММА, да, как-никак. И вот ты дебютируешь по правилам бокса. Вообще, насколько давно, может быть, это желание уже закрадывалось так внутри? Нет, ну, знаешь, на самом деле где-то давно оно сидело. Все-таки, говорю, ну, как... Мне бокс импонирует. Всегда импонировал, потому что, ну... Ну, что-то близкое для меня в нем есть, не знаю, на самом деле. Где-то вдалеке, когда-то давно еще там закрадывалось, что, может быть, когда-нибудь попробовать. Я тут просто, ну, поступил, на самом деле, предложение. И, знаешь, плюс то, что, говорю, у меня закрадывалось давно внутри, плюс это предложение, я не смог отказаться. И мне действительно это интересно. Плюс такое большое масштабное шоу, масштабный турнир будет под форумом РСД Россия – спортивная держава. Это, для меня, это очень круто, на самом деле. Ну, вот ты сказал про предложение Урал-ФСИ. Вообще, какие пока впечатления от лиги? Потому что вроде бы не так много они турниров провели, но уже как будто бы выходят на лидирующие позиции, потому что приглашают известных спортсменов. Нет, ну, на самом деле они, знаете, я как выступал на первом турнире, как у них уже какой-то четвертый или пятый турнир, они молодцы, они не остановились. Они взяли, как сказать, такой большой разбег, большой шаг и идут этими шагами, то есть не минимальными, а максимальными. То есть грандиозно, ну, не грандиозно, но большие турниры они проводят. Проводили турнир в Казахстане вместе с Найзе. То есть я там был присутствовал. Для меня, на самом деле, это очень впечатлил. Очень такой масштабный турнир был. И, знаете, сейчас, зная их даже будущий план, не буду раскрывать, у них амбиции большие, грандиозные и довольно очень круто. Мне нравится пока, на самом деле. Наравится, на самом деле, все. От организации, вплоть до, ну, как спортсменам, скажу, как проживание, как для спортсменов тренировки происходит, для всех перед боями. То есть, знаете, вот полностью организация на высоком уровне. Прям очень на хорошем уровне. Вот ты долгое время выступал за границей, а вот можешь сравнить по организации, например, Лига Урал-ФС и там тот же самый Беллатор, если сравнивать? Ну, знаете, где-то даже, может быть, Урал-ФС как для спортсмена где-то даже поинтереснее, где-то, как сказать, интереснее, еще раз говорю, как для спортсмена немножко удобнее. Ну, может быть, потому что это в России происходит, из-за этого удобнее. А так, ну, все на самом деле круто. То есть, знаете, если в Беллаторе даже так, просто сравнить, в Беллаторе выделяют просто какой-то там конференц-зал, там, где просто стелят маты, где тренировка, и это неудобно. То, вот, допустим, на Урал-ФС, они каждый раз выбирают спортивные залы, где есть полноценная раздевалка, полноценные бани. И это не один зал, а, допустим, все зависит от расстояния гостиниц. И, блин, 3-4 зала на выбор, у тебя есть куда поехать, где договорено. То есть, для меня, как для спортсмена, это довольно очень круто. Но вот в перспективе Лига Урал-ФС на твой взгляд войдет в топ, например, 3 российские лиги. Ну, если они не остановят движение, если они будут идти так же максимально, то, я думаю, все возможно есть. Все шансы, все это, все у них есть, все возможности, если будут так же развиваться и двигаться дальше. Давай про подготовку поговорим. Все-таки бокс непривычно. И насколько сильно поменялось все в тренировках, в режиме, может быть, даже? Ну, знаете, на самом деле, я к этому бою как-то подхожу как-то более осознанно, на самом деле. То есть, у меня действительно появился режим. Но я, наверное, еще режим появился из-за того, что все-таки сейчас готовлюсь не дома, а готовлюсь в Москве, вдали от своей семьи, где, ну, как сказать, где у меня здесь только зал, квартира, покушал, поспал, опять зал, приехал, уснул. То есть, режим такой именно спортивный. Дома все-таки, когда ты тренируешься, готовишься дома, немножко тебя бытовые дела немножко отвлекают, на самом деле. То есть, там и ребенок, там какая-то та же там бытовуха, там где-то стройка, где-то, ну, такие минимальные затраты сил, которые как бы здесь и их нет. То есть, здесь именно тренировка, сон, отдых, восстановление, тренировка. А там есть еще такие личные дела. Поэтому здесь, говорю, на самом деле подготовка очень хорошо проходит. Мне, говорю, мне нравится все. Плюс бокс, говорю, да, немножко первое время было неудобно. У меня большой был, как сказать, такой промежуток простоя. Ну, он не сильно сказался. То есть, я восстановился, на самом деле, быстро. И вот уже с сентября я чувствую себя отлично. Уже спаррингуюсь. Уже получается и с персональными боксерами было спарринговать. И вроде так неплохо получается. Ну, ты сказал то, что здесь такая изоляция от семьи, изоляция от всех развлечений, там, от всей бетовухи. Ты чувствуешь это в плане прогресса тренировок? То есть, ты чувствуешь, что прям вот действительно продуктивность растет в таком режиме? Да, я это чувствую, я это вижу, я это понимаю. То есть, если раньше ты начинал там те же, там, 4 раунда стоять в парах, тебе это тяжело, то сейчас это более легче. Ну, знаешь, в элементарных, в тех же там тренировках на мешке, то есть, там, на это все это ощущается. Ощущается действительно, то есть, идет прогресс. То есть, я не стою на месте, действительно, какое-то развитие есть. То есть, по сравнению с тем, каким я пришел изначально, и сейчас это я прям чувствую относительно колоссальную разницу. По сопернику хотел спросить, марокканец Бакири, вот насколько оцениваешь его? Потому что, все-таки, спортсмен с именем выступал в одной из ведущих, я бы сказал, даже в ведущей, наверное, что уж там греха таить, организации Глория. Ну, знаете, действительно, соперник не подарок, как можно сказать. Да, у него, наверное, в боксе тоже нету такого там большого опыта, но он выступал в Ки-1, да, в Глории, это одна из вершин, наверное, для этого вида спорта. И я считаю его серьезным соперником. Плюс где-то, ну, знаете, когда я выбирал, он мне чем-то стилистически импонировал, то есть для меня он где-то будет удобным, на самом деле. Потому что он все-таки идет вперед, такой рубака. То есть мне это, да как стилистически, мне это нравится, на самом деле. То есть бой будет такой, думаю, интересный. А вот такой вопрос, получается, смотри, ты выходец из ММА, он выходец из кикбоксинга, вы деретесь по правилам бокса. У тебя есть ощущение, что как будто бы ты заходишь на его территорию, или вы на нейтральной все-таки встречаетесь? Нет, ну, я все-таки считаю, что где-то я больше захожу в его территорию, потому что я дрался в клетке, да, давно еще дрался в ринге, но чувство ринга и клетки это разные вещи. Плюс тайминг у него, у нас, у него ближе к этому таймингу, там, там, три по три у них, или поскольку они там дерутся, мы деремся три по пять, это немножко другое, здесь надо рассчитывать силы, и, ну, для него это ближе, я думаю. Поэтому я, я думаю, я вхожу в его, как бы, территорию. Чуть отвлечемся от боя. Могу не обсудить просто эту тему, да, там, которая волнует всех, потому что прогремел ты во всех новостях несколько недель назад, когда объявил о том, что покинул команду Федор Тим из-за какого-то конфликта, который ты там личного не стал. Не то, что конфликта, а недопонимание, да, который ты не стал раскрывать. Вот если чисто с эмоциональной точки зрения на это посмотреть, сильные переживания были, когда там все произошло? Ну, честно, честно, да. Они были очень сильные, и до сих пор, наверное, где-то меня это тревожит, где-то это в душе внутри сидит. Ну, говорю, ну, стараюсь это как-то пережить, но уже как бы, уже легче к этому отношусь, но все равно тяжело. Тяжело и было, и сейчас где-то, не знаю, даже сны снятся какие-то там, еще. Ну, бывает же, это жизнь, к этому надо как бы немножко смириться, с этим надо свыкнуться, и идти дальше. Но ты держишь в голове, моделируешь такой исход событий, что, например, там сейчас ваши пути разошлись, но со временем могут опять сойтись? Блин, ну, знаешь, как Господь Бог, все это, от этого никто не застрахован, может быть и так, может быть и по-другому, но я где-то, наверное, может быть, внутри, в душе, в голове, наверное, где-то к этому отношусь адекватно, и, может быть, где-то прогоняю где-то в голове, наверное. Ну, а в целом вообще какие впечатления от команды остались, потому что, ну, очень много лет ты там провел? У меня со всеми ребятами хорошие отношения, со всеми, то есть, они все знают, то есть, вплоть даже, если какая-то моя, говорю, как я говорил, моя помощь, им подготовки, я всегда приеду, всегда помогу, то есть, и в любом, хоть там физическом, хоть там просто посидеть, пообщаться, я, у меня все отлично, на самом деле. То есть, я так понимаю, ну, со всеми ребятами там ты сейчас продолжаешь общение? Ну, да, у меня отношения не разорвались ни с кем, ну, поэтому, как бы, все лояльно, все, все понимают, и я говорю, я ребятам никому ничего плохого не сделал, они это понимают и осознанно. Вернемся к выступлениям, вот, как я уже говорил, ты известный боец ММА, и большинство своих таких значимых поединков ты провел в Беллатере, вот сейчас, как обстоят дела с этой лигой, то есть, у тебя есть еще действующий контракт с ними? Да, вроде как бы есть, по-моему. Ну, уже, я думал, он уже, наверное, на два года, по-моему, заключался, скоро уже как бы срок истекает, но еще вроде есть. Но у тебя есть интерес еще выступать в этой линии или уже нет? Это сложный вопрос, на самом деле, если бы когда-то, кто-нибудь там, наверное, я бы подрался, но это сложно сейчас со всеми, там, этими, уже тяжело бы туда попасть, на самом деле. Ну, то есть, если будут предложения от российских промоушенов там выступить по ММА, то есть с удовольствием, да? Конечно, если это как-то не будет мешать там моим дальнейшим планам, если у меня не будет там каких-то других этих, то почему нет? То есть, я пока еще возраст есть, возраст позволяет, силы тоже, я пока открыт, и все, все возможно. Вот в том году, получается, да, Лига ИСей ввела такое новшество в российские ММА проводить гран-при в весовых категориях с призовым фондом. Вот тебе вообще эта идея нравится? То есть, насколько интересный такой формат, на твой взгляд? Формат, на самом деле, очень крутой, очень интересный, потому что действительно собирает, ИСей, на самом деле, это крутая лига, я считаю, это один из лучших бойцов нашей России и ближайших зарубежных, назовем так. И, на самом деле, это крутой формат, крутой формат, его интересно смотреть, за ним интересно наблюдать, все-таки это как такое, знаешь, больше и медийное, и, ну, это громко, знаешь, гран-при всегда звучит громко, и поэтому наблюдать за ним интересно. А самому интересно было бы выступить там? Да нет, там очень много знакомых, друзей, выступающих, поэтому даже, наверное, не интересно, потому что просто из-за личных каких-то отношений с ребятами, которые выступают в этом весе. Там вот, получается, осталось 4 человека, да, в тяжеловесах это Корнилов, Вахаев, Гончаров и Визигин. Кого фаворитом из этой четверки? Я думаю, финал будет все-таки Вахаев с Женьком, третий бой, я думаю, все-таки, все-таки он будет. И кто все-таки, на твой взгляд, фаворит? Конечно, Женек фаворит, посмотреть второй бой. Я просто уже никогда знаю лично, человек, который действительно прогрессирует, и мы это видим, мы, он физически креп, уже взрослый, второй бой все показал. Я думаю, будет второй бой такой же, как третий бой, будет такой же, как примерно второй, и я думаю, Женек выиграет. Многие, кстати, вот про Евгения Гончарова вообще говорят, что он сильнейший тяжеловес, выступающий именно в российских промоушенах на данный момент. Вот ты согласен с этим мнением? Или назовешь кого-то другого? Именно в российских промоушенах? Да, да, да. Ну, в российских, наверное, да, я думаю, все лучше. А вот если брать по миру, какой бы ты назвал, может быть, топ-5 тяжеловесов? Ну, я недавно об этом уже говорил, но еще расскажу, да, все-таки сейчас я ставлю, потому что Вадима Немкова, потому что я знаю, он ушел в тяжи, я знаю, насколько этот парень пахарь, насколько он заряжен, насколько он действительно талант, и плюс, говорю, плюс его пахота, это колоссальный, колоссальный трудяк. Его оставлено первое место, ну, второе место, наверное, там, Серега Павлович, да, потому что тоже, блин, то, что он сейчас творит UFC, это довольно интересно, круто. Третье, четвертое место, я бы разделил, наверное, Валек Молдавский, наверное, с Аней Волковым, да, и вот на пятое место я поставил бы все-таки Женика Гончарована. Ну, вот еще одно имя, такое, достаточно значимое для российских ММА, Анатолий Малыхин, вот. Да, ну, вот его на шестовое место поставил, все-таки, как вам сказать, я к Толе отношусь хорошо, про он, если честно, я за ним слежу, смотрю за его боями, но он выступает в Лиге 1FC, и, как вам сказать правильно, на данном моменте он не дрался с теми, такими именами, с кем дрались эти ребята, даже тот же Женя Гончаров, он, ну, более знаменитыми, именитыми бойцами подрался и показывал такие хорошие бои, поэтому, если бы, если бы, там, Толя Малыхин пошел в какую-то другую организацию, показал там действительно, это, это, круто, но он крутой, он крутой боец, он талантище, он пахарь, он тоже, я про него могу много говорить хорошего, но просто с теми бойцами, с которыми он дрался, я пока не вижу прям очень хороших. Ну, у него бы получилось, если бы он перешел там в тот же Белатар UFC? Я думаю, получилось, вообще, то есть, это парень, парень талант, говорю, парень пахарь, талант, и я думаю, у него все хорошо получилось, но я знаю, насколько ему это надо, на самом деле, он себя чувствует хорошо в NFC, он чемпион в двух категориях, он зарабатывает хорошие бабки, и насколько ему это надо, на самом деле, я думаю, с его возраста и все остальное, ему это уже не надо. Он на такси, давайте, честно говоря, на самом деле, на такси чувствует себя хорошо. Конечно. А вот Вадим Немков, да, его переход тоже достаточно громкий в тяжелый вес, там сейчас как раз в тяжелом весе Белатар немножко непонятная ситуация произошла, Линтон Вассел снялся с поединка против Райана Бейдера, и вот насколько интересно было бы увидеть Немкова сразу в титульном поединке против Бейдера, реванш, и по факту, не знаю, как ты считаешь, лично мое мнение, Немков, например, не должен проходить какой-то сначала претендентский бой, потому что, скажем так, он номер один паунд-фа-паунд в Белатаре. Я с тобой полностью согласен, что Вадим и Бейдер это сейчас на самом деле одно из, если брать организации Белатар, это одно из самых важных боев, потому что все-таки Вадим оставил, чемпион не проиграл, он долго держался, выиграл Гран-при, после Гран-при защищал уже много раз титул, плюс с Бейдером у них есть свои личные счеты, где Вадим 1-0 выигрывает, и я думаю, это и Бейдеру интересно, но это все-таки тяжелый вес, я бы хотел, чтобы Вадим все-таки попробовал, наверное, нет, но просто хотя бы попробовал, что такое тяжелый вес, это все равно по-другому, но я думаю, с Бейдером в отличие справился. Ну, то есть, вот кого мог бы назвать тогда потенциальным соперником Немкова, если не Бейдера, то вот как первый для разгона? На самом деле только Бейдер, ну, как, я бы, наверное, хотел, чтобы он просто как бы размялся, почувствовал, но этого не стоит размениваться, то есть, если идти, то идти уже сразу опять на амбийцы чемпиона и избирать прям колоссально сразу и все. Как там получится тогда с Валентином Молдавским ситуация, учитывая, что... Да разберутся, это не самая проблема, на самом деле, разберутся. А вот для Немкова интересно было бы перейти в другой промоушен, если, например, вот так получится, что ему не с кем останется драться уже в Белатуре. Знаете, этот вопрос лучше все-таки задать Вадиму, потому что я... знаете, у Вадима, на самом деле, я, как понимаю, и в Белатуре все хорошо. Те условия, которые у него в Белатуре, навряд ли ему предложат UFC. Если UFC когда-то предложит те условия, какие предлагает Белатур, то, я думаю, Вадиму будет интересно, потому что он очень молодой, тем более для фитежа сейчас, он вес не гоняет, у него большие, говорю, чемпионские амбиции есть, и все зависит от UFC, насколько будут выгодные предложения. Ну, давай вернемся все-таки к твоему бою, такой последний вопрос, закольцуем интервью. Вот, что можешь сказать своим болельщикам, может быть, тем, кто собирается посмотреть турнир 20 октября, чего им ждать от вашего боя? Ну, на самом деле, знаете, это тяжелый вес, это для меня новый опыт, и для моего соперника так же тоже, но, знаете, я думаю, скучно не будет, будет зрелища много, поэтому не стоит моргать, поэтому смотрите, приходите именно в Пермь, в дворе спорта молод, хоккейный клуб, там, Пермь, поэтому смотри, включайте все матч-тв, прям, я думаю, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин